Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Они обсудили вопросы обеспечения полуострова электроэнергии, развития сельского хозяйства и подготовки к туристическому сезону. Подробнее о встрече и принятых решениях смотрите в нашем видеоматериале. Первый вопрос повестки дня – блэкаут на полуострове. Хоть крымчане с терпением и пониманием относятся к периодическим отключениям электроэнергии, республиканские и федеральные профильные структуры делают все, чтобы вторая очередь энергомоста была введена в эксплуатацию как можно раньше. Потерпеть немного, я думаю, что коллеги справятся 1 мая точно, а может быть и раньше. И хоть перспективы хорошие, потери из-за отключения электроэнергии все же есть. Большинство из них понесли крымские предприятия. На встрече с президентом страны Сергей Аксенов озвучил цифры убытков. Общий ущерб и убытки коммерческих предприятий от режима ЧАЭС составил сегодня прямых убытков около 480 миллионов рублей. Из бюджета республики Крым на заправку дизель-генераторов и обслуживание их на расходные материалы выделено 540 миллионов рублей, ну то есть не критично для бюджета республики. Одной из главных тем встречи также стал вирус африканской чумы свиней на полуострове. Глава Крыма уверил президента в том, что власти республики пресекают спекуляции и держат цены на свинину под контролем. К летнему сезону готовитесь? Как всегда, курортному сезону главная задача не обмануть туриста нашего российского в том плане, что должна быть представлена достоверная информация, в том числе и по режимам работы с учетом дефицита электроэнергии. Такой график уже сформирован. Все санатории и дома отдыха будут получать электроэнергию на постоянной основе без отключений. Кроме этого, глава Крыма и президент страны обсудили предстоящий курортный сезон и обеспечение электроэнергии санаториев. Несмотря на то, что избытка электроэнергии на полуострове не будет, курортный сезон пройдет без потерь, уверены в крымском правительстве. Как отметил Сергей Аксенов, во многом это заслуга продуктивного взаимодействия с федеральными коллегами. Дарья Скобеева, Время новостей, Москва.